Предсказывать что-то в соответствии сфере невозможно. С другой стороны, наука прямо наоборот. Наука — это достоверное знание. Каждый может проверить на своем опыте. Подтверждается на основе чувств. Можно этому придать логическое обоснование. И, в конце концов, это можно пустить в социальное производство. Это предсказуемо, это надёжно, достоверно. Часто поэтому создаётся впечатление, что наука имеет дело с истиной, а вера имеет дело с предрассудками. Ну, привезли контакты. Нормально я писал? Адекватно? Вот. Первое, что я хочу сказать, это в Кальюгу такое произошло. Что вера или опыт субъективного переживания идёт в прямое противоречие с достоверным знанием. То, что можно проверить на чувствах, органах чувств, логические обоснования. Такого раньше не было. Как говорят иногда пожилые люди. Это только в Кальюгу происходит такое разделение на социальном уровне. Что есть вера, которая является личным делом каждого индивида. То есть каждый верит в то, что он хочет. Но наука, простите, это нечто, что законно и истинно для всех людей, для всех объектов этого мира. И это не безобидное такое заблуждение. То есть мы сейчас будем говорить, что это заблуждение. В лучшем случае наше общение должно привести к тому, что мы поймем, что вера на самом деле и наука, они тоже действуют по сути своей. Это искусственное разделение. И с чего мы можем начать? Мы можем начать с... Бхагавадгиты, да. Это будет самое лучшее. Начало. Получить благословение Прабхупады. А есть Бхагавадгита? Чтобы я в компоте, как выделяю. А в телефоне? Нормально будет? Ну, больше в компьютере, чем в телефоне. То есть у меня есть просто книга, было бы. Были вдохновляющие. Бхагавадгита дефицит в конечном уровне, ведь все раскупают. Вот калилюля. Лука Сундаря мне сказал, что по озону, продажа, да, интернет-продажа. В озоне. В озоне. В озоне, да. До десяти заказов в день на Бхагавадгиту другие книги Шил Прабхупада. То есть люди хотят книги Шил Прабхупада. Такого раньше не было. Кстати, юга возвращается, когда юга отступает. Есть замечательный текст. Третий текст, 17 глава. 17 глава так и называется «Разновидности веры». Здесь пойдёт о вере. Кришна говорит так. «О потомок Бхараты, находясь под преобладающим влиянием одной из материальных гунн…» А все знают, что такое гунн? Вы знаете, что такое гунн? Не все. Вот первый раз девушка пришла. Знаете уже, что вы видите? Качества такие природы, да? В зависимости от гунн может быть разные веры, разные восприятия на основе чувств и логики ума. Итак, находясь под преобладающим влиянием одной из материальных гунн, живое существо приобретает соответствующий тип веры. Говорится, что характер его веры определяется тем, какие гунны на него влияют. И Прабхупаду в комментарии сразу начну с этого. Важную вещь утверждает. Она немножко научная, но я надеюсь, всем станет понятно сейчас. Прабхупада говорит, очень важным в данном стихе является слово «шратха вера». «шратха вера» всегда возникает из гуны благости. Итак, если возвращаться к Кали-юге и попытаться понять причину вот этого искусственного раззвления веры на науку, то причина первая в том, что в Кали-югу резко ослабляется влияние гуны благости. Гуна благости означает сильное интуитивное чувство, интуитивное восприятие этого мира. Или, скажем так, сильно потенцией переживать что-либо. В общем, от Бабхупада, ну немножко науки, чуть-чуть науки, совсем немножко. Господь Капила, у него есть целое учение, оно достаточно системное, современным ученым понравится. Он выделяет четыре уровня сознания и четыре уровня восприятия человека. Первый на уровне ума, второй на уровне разума. Ум обычно находится в смешанной гуне страсти и невежества, разум страсти. Ложное эго — это невежество. И вот чита, есть такое слово, на самом деле чита называется, на самом деле сознание переводится. сознание — это просто сфера переживания. Что такое сознание? Сознание — то, что переживает нас. И с этой точки зрения, что такое наука? Что значит, что я верю? Сейчас пока слово веры не использую. Что значит, что я убежден, что то, что говорят мне мои глаза, это истина. Вот то, что я могу щупать на ощупь, проверять температуру или какие-то еще качества объектов, слух, зрение, обоняние, осязание. Вот у меня внутри есть убеждение, что вот раз вот там написано «бхактиврикша», вот я уверен, что написано зеленой краской. У кого-то сомнения есть? У кого-то сомнения? Точно зеленый. Все, смотрите, наука, универсальный опыт, все подтверждают. Если я где-нибудь еще вот такой же краской нарисую подобные слова, все скажут «это зеленый цвет». Вот это убеждение, оно на самом деле тоже основано на вере. Но вера в то, что мне говорят чувства. Я верю, что раз моему глазу кажется это зеленым, значит, зеленое и без моих глаз. Вот если моих глаз тут нет, все равно зеленая краска. Мы в этом убеждены обычно. А все в этом убеждены. Кто сомневается, что есть зеленый цвет, если нет глаз? Ну, вы уже слишком много знаете. Ладно. Тогда вопрос. В школе, даже в школе мы приходили, где цвет образуется? Что такое цвет? Это цветовая волна определенной длины, которая попадает в свечетку глаза. Там есть что у нас? Колбочки, палочки. Они связаны определенными нервными сплетениями, с определенной зоной головного мозга и создают ощущение определенное в мозге. и мама нам сказала в свое время или папа или кто-то. Вот видишь это? Мой мозг отреагировал. и вот это называется зеленый. Я тоже назвал это зеленым. Вопрос. Если нет папы, мамы и нет моего глаза, есть зеленый цвет все-таки объективный или нет? Наука. А есть ли звуки, если нет ушей? Или есть просто колебания воздуха? Тогда вопрос, а почему мы верим своим ушами, глазам? Откуда такое убеждение? Что то, что нам говорят наши глаза и уши, это достоверное знание, универсальная наука. Кто-то не может ответить на вопрос? Откуда такая священная вера? Нет никаких сомнений. Называется отсутствие гунной благости всего наследия. Понимаете? Это просто кали-юга. Определенная эпоха включается, где идет определенная комбинация гун, и люди становятся просто наивными. По простоте душевные иногда говорят. Они принимают какие-то вещи, которые просто фабрикуются у них же в сознании, в уме, в разуме, за то, что существует объективно по отношению к нам, независимо от нас. А что такое сатва гуна? Что такое это чита? Когда чита усиливается, усиливается вот эта способность переживать, то я естественным образом понимаю, что моя вера лежит в сфере того, на что направлено мое сознание. Вот если мое сознание направлено на глаза, на уши, вот я буду верить, что то, что мне говорят глаза и уши, это истина. Если мое сознание направлено, допустим, на мой разум, я буду все видеть в этом мире с платформы разума, сквозь призму разума. Вот сейчас я немножко вам задал пару вопросов, на самом деле просто включил разум. Смотрите, 10 минут назад вы говорили, что это зеленая краска, да? А еще через 5 минут вы сказали, не-не-нет, это что-то мы не знаем, что. Вы же и подтвердили, а что произошло? То есть я у всех на глазах приподнял читу от органов чувств к разуму, вот и все, что я сделал. Смотрите, а вера другая сразу. Итак, что такое наука? Но с точки зрения того, что я сейчас сказал, это просто вера вот в этот эмпирический чувственный опыт, как говорят ученые, и логику. Согласны? Так в чем разница между верой и наукой? В чем? В объекте. То есть наука это та же вера, но во что? Материал и органы чувств, и, конечно, в логический анализ, доказательства на основе логики. Это не скучно? Точно? Я же могу еще дальше пойти. Хорошо, эксперимент поставили одни ученые. где-то в кавказской местности, где-то в одной отдаленном селении на Кавказе есть народная селение, более-менее изолированная. У них в языке нет слова «синий». Ну вот нет такого слова. привезли к ним кубики разных цветов, ну семь цветов обычно в спектре, и просят каждого жителя, начиная от детей, кончая старейшинами, вот разложите кубики по цветам, ну простое задание. И вот у них у всех шесть кучек. Им показывают синие, у них синие оказалось в зеленой кучке, в зелеными кубиками. «Ну смотрите, ну это же разный цвет, разве не видно?» Они говорят, «Ну да, но это просто темно-зеленый». То есть нет слова, нет цвета. Что это значит? То есть мама мне не сказала, что это зеленый, то что бы было? Ну было бы что-то другое. То есть даже с точки зрения современной науки, так сказать, ну ее окрестностей, скажем так, ну что, в целом наука не принимает это, она не знает, как это объяснить. Но даже сама наука противоречит себе вот именно в таких экспериментах. То есть оказывается все наше восприятие, на которое опирается наука, оно предзадано. То есть в нашем сознании, в нашем мышлении есть программа, которая какие-то объекты чувств вычленяет у нас перед глазами, мы не можем их воспринимать. Почему? Другая языковая программа. Ну вот фильм «Матрица», наверное, все видели, да, что-то подобное, то есть уже люди догадываются. Но если наше сознание сосредоточено на уме, а ума оперирует логикой, то у нас будет ощущение, что то, что логично, то и истинно, правильно? 2 плюс 2 равно 4, правильно? Кто сомневается, что 2 плюс 2 равно 4? Теперь сомневайся во всем. Это хорошо. Сомнения это первая функция разума. А кто мне сейчас может привести пример, что 2 плюс 2 не всегда 4? Пипетка. Все видели? Одна капля, потом вторая капля. Сколько капель будет? Одна. капля. Капля. одна капля. Один плюс один будет сколько? Один. А? А? чьем станции? Где капля? Ну, истинные ученые, конечно. Но согласны, что можно придать относительность этому утверждению. то есть пространство, скажем так, времени определенного и трехмерного пространства, да, работает классическая математика. Но сейчас даже для самых умных ученых будет ловушка. Потому что я сошлышу, на других очень умных ученых, которые говорят, что в квантовом мире уж точно 2 плюс 2 никогда 4 не бывает. Кто-то слышал о квантовой механике? С точки зрения квантовой механики все, чем у нас учили в школе, это просто рисунки детские. Помните? Два кружочка водорода, приплывают к одному кружочку кислорода. Вот это называется вода. Удивительная наука, H2O. Вот что такое вода, оказалось. Это H2O. А мы не знали. Это проверяемо, доказуемо, там есть кислотно-восстановительные реакции, везде вода. Но чуть-чуть глубже в этот водород проникли, в кислород, и оказалось, что нет там этих кружочков, шариков, нету. Знаете об этом? Это большая тайна. Сейчас я проговариваю секретные научные данные. Там вообще нет частиц. там есть волны, которые как хотят, так и вибрируют. Причем эти волны меняют свою орбиту вообще мгновенно. То есть там нет силы инерции, там не работают законы Ньютона. То есть то, что очевидно и достоверно для нашего ума, не всегда подтверждается даже на опыте. Но пока наше чита, наше сознание устремлено на ум, мы просто не воспринимаем. Вот сейчас я вам сказал, что к вам в твоей механике все не так. И вы уйдете после этой лекции, вы забудете разве навсегда об этом. Потому что это непрактично, это неприменимо. Почему? Что наша каждодневная жизнь на платформе ума происходит. Уму выгодно, чтобы все было логично. Чувствуйте, что такое вера. То есть вера, которая не в гуне благости, прабхупада будет об этом говорить. Что в зависимости от комбинации гун, мы верить будем в то, что просто дает нам чувство комфорта, каких-то наслаждений, спокойствия и так далее. Так, а что же такое вера в полном смысле? Когда вера становится наукой. То есть надеюсь, мы все уже удалось показать, что наука это вера. Та же вера. Нельзя ее разделить от веры. Но как показать, что вера это наука? Что вера, она тоже на самом деле обладает очевидностью, достоверностью. Каждый может это на опыте своем подтвердить и обладает предсказуемостью. То есть вера может иметь универсальный характер. Ничего не устали еще? Коллектив новости? Не, сейчас не вопрос задаю, я сейчас буду провокации небольшие устраивать, насколько вы справитесь. Но закончится должно быть хорошо. мы справимся. Как вы думаете, вот люди гневаются по разному поводу, согласны? Кто-то гневается просто, что там кошка черную дорогу перебежала, кто-то сменится над этим. По разному поводу люди гневаются. А само переживание, мы говорим от чьи переживания, одно и то же. Допустим, я не гневаюсь по поводу черной кошки, а он гневается. Я могу понять его, что значит гневаться? Ну что это за чувство? Все уверены? Или у каждого свой гнев? Я чувствую радость, я переживаю радость по поводу любой вещи. И кто-то переживает радость по поводу другой вещи. Как вы думаете, он по другому радуется или так же как и я? Объект другой, но сама радость, переживание. Разный интенсивный, качество само вот когда кто-то гневается, я могу понять, гневается человек. Это неприятное чувство. Я же могу это понять? Более того, в чем доказательство, что действительно я действительно так же гневаюсь, как другой человек. Кто приведет? Кто приведет, пятерку тут не поставил, что можно? Просаду. Вот как доказать, что я гневаюсь точно так же, как он гневается? Как это может быть? сердцепиелеза? Есть доказательства, что химические элементы создаются определенными при эмоциональном состоянии? Химические. А как я могу проверить эти химические элементы? Ну, в клубочках. Где клубочки? То есть, смотрите, мы пришли, вернулись опять к честному автору. Представьте, у нас нет никаких химических элементов. Все, это более-менее мифология. Это просто так ученые назвали. Как вот мама сказала, что это зеленый, ученые сказали, что это H2O, водород. Кто-то видел в природе написано водород? Видел кто-то в природе? Это же слово все-навсего. Вот как у меня рядом сын, в моей квартире живет, как я могу понять, что он гневается точно так же, как я? Как как поверить? Поверить говорят. поверить? Ну, это же вера. Мы же сейчас хотим показать, что вера она тоже научна. Я просто это знаю и все. Признаки на лице у него там фразы. Проявление на гнев снижение. Реакция другого человека на наш гнев будет примерно одинаковая. Как это называется? Что очень примерно одинаковое? Ну, то есть если третий человек будет видеть, как я гневаюсь, как гневается другой человек, то он увидит, что это примерно одно и то же есть. По внешнепризнакам? Да, по внешнепризнакам. Могут быть разные. У кого-то глаза наливаются, у кого-то не наливаются еще. Это действие чувствуется на нашем счастье? Нет, все просто. Смотрите, рядом сын, я не случайно. Вот близкий человек, в любом случае, я с ним живу в одной квартире. Вот он гневается, я не гневаюсь. Как ему понять, что он гневается точно так же, как я гневаюсь это приговор. Как мы понимаем? Я не сказала на будение каждый день за собой не живу. Я это просто на уровне чувств. чувств. Я не знаю, что это сильнее. Одну актрису прямо в такой атмосфере где-то был, на публике спросили, как актеры они могут так плакать прямо на сцене. Ну вот когда нужно. Ты же не плачешь, а нужно. Потому что у них было им опыт. Так. Но я тогда тоже задавалась этим вопросом, что все же люди одинаково ощущают боль, страх, обиду. почему так уверены в этом? Ну просто я так ощущаю, значит все так ощущают. Ну это может быть как с зеленым цветом? Да, чувствуешь опять что-то просто. Может быть попробуем войти в это состояние в его состояние? Почувствуй как себя на его месте? То есть в случае с актрисой она действительно заплакала по заказу прямо перед камерой. И когда спросили как она это делает, она действительно вспомнила. Она вспомнила, она реально вспомнила как было тяжело, как было обидно ситуацию в своей жизни. И в этот момент включились переживания и эти переживания вызвали слезы. Вопрос как я могу доказать себе как минимум что вот мой сын рядом гневается, что я гневаюсь точно так же? Но вы просто вспоминаете эти чувства, что он сейчас так. И что я буду с ними делать? Когда я вспомнил как это гневается, как это вот... Ну и тогда вы ощутите, что он сейчас тоже гневается. Так, а доказательство будет в чем? Что сын почувствует все переживания. Есть такое? Вот сам факт того, что когда люди входят в отношения, помимо чувств, помимо ума, помимо разума, а просто вот через переживания, бывали у вас с кем-то такие отношения, когда без слов вы обмениваете знания? У кого было? вот не надо слов, слова лишние, вы очень глубоко понимаете друг друга. У всех был опыт? Смотрите, наука. У всех был такой опыт. Но это чувственный опыт? Это рациональный опыт? Нет. Это опыт переживания, потому что переживания на самом деле одинаковые. когда сын чувствует, что я понял его гнев, он что делает? Успоказывается. Это доказательство. Итак, мы переходим в сферу переживания. На санскрите называется чита. И чита описывается, состоит из чистой гуна благости. И когда гуна благости развита, вот это сознание позволяет нам всегда ощущать, что между мной и моим глазом, ухом, умом и разум существует нечто. Просто гуна благости. Естественно, я чувствую, что я не чувство. Я переживаю чувство. Я не глаз. Я переживаю то, что в глазу происходит. Я переживаю эту красноту. Суть не в красном, а то, что я переживаю это как красный. Допустим, в гуне благости человек ясный, без всяких усилий, без интеллектуальных напряжений. Понимая, что когда я думаю, я же по-разному отношусь к этим мыслям. Какие-то мысли мне нравятся, а какие-то мысли мне не нравятся. Есть такое? Это же мои мысли. Почему они мне нравятся или не нравятся? Если это моя мысль, хочу думаю, хочу нет. Потому что ум это да, вот в гуне благости это очевидно. Почему? Я чувствую, я просто переживаю свой ум. И мне не нравится, как он думает. Я прям гневаюсь. Кто-то гневался от собственных мыслей? А вот сейчас мне нравится мой ум какой-то, кредумок какой-то, открытие в моем. Вот кто этот, кому нравится или не нравится собственный ум? Вот это мы и есть. Вот и вот это сейчас называется верой, хотя эта вера имеет строгие научные обоснования. Просто пока гуна благости не развита, а в Кали-Югу это сплошь и рядом, то мы вынуждены отождествить себя с умами и чувствами. Мы вынуждены, раз мы отождествили, понять, то, что мне чувства предлагают, это естественно, значит, это научно. Господь читает самое интересное. Он пришел, чтобы дать великую науку о духе, о сознании, о духовном мире. То есть открыть духовную науку, он пришел сначала как материальный материалистичный ученый. Все знают, да? Это же интересно. Даже Господь читает, чтобы дать нам милость духовного знания, сначала он пришел вот так ученый, который отличал науку от веры. Господь читает, не подсмелость над ваше навыки, вообще над религиозными людьми. Знаете об этом? Верховная Личность Бога. То есть высший переживающий, высший ученый в плане науки о духе пришел как материалистичный ученый, ха-ха-ха, просто издевался, но предан, вы знаете об этом? Причем гениальным образом, он был не просто ученый, он был выдающимся ученым. Причем где? На Вадвипе. А Навадвипа это была столица учености. Адвай Тачарь как раз очень глубоко переживал, наблюдая, что на Вадвипе происходит, ну, до Господа читания. Он видел, что люди знают веды, знают науку грамматики, много всяких наук, исследований, аюрведы и так далее. Но при этом они совершенно равнодушны к святым именам, к духовной жизни, к воспеванию святых именниц. Поклоняются полубогам, но просто ради материальных желаний. И что делает Господь читания? Он приходит на Зова Двай Тачарь и занимается тем же самым. Принципиально не воспевает святые имена и хочет всем показать, что главное это логика, главное это ум. Он великий ученый по грамматике, он в школе первую ученик доказывает всем намеренно силу логику, силу грамматики, силу грамматики. И немножко с издевкой он показывал, что я вам докажу, что это так, а не иначе. Какую-то идею он доказывал. друзья, школьники говорили нет, не докажешь, недоказуемо. Он доказывал. Все в шоке. А сейчас я докажу, что вот то, что я сейчас доказал, тоже неправильно. Но это точно невозможно. И он доказывал, что это неправильно. Ну, то есть издевался. Что издевался со своими друзьями? Ну, с помощью логики. Показывает научность. И вот вся вила Господочитания в том, что он постепенно из вот этого ученого эмпирика, материалиста становится ученым, преданным ваишнам. И всему миру показывает, что ваишнализм это истинная наука, где нет различий между верой и доказательством верой и логикой, верой и подлинной наукой. И кто помнит, как он это сделал? Как он продемонстрировал? Что произошло с ученым? Как немай бандит преобразился? Кто помнит? Что произошло, когда он получил святое имя от своего духовного учительного? Что с ним произошло? Его перепомнили удивительные эмоции, удивительные переживания. И его ум был в шоке. Сам ум испугался. Он пришел к своему духовному учителю и делился с ума. Я чувствую, что я схожу с ума. Ты мне дал какую-то неправильную мантуру. Что со мной произошло? И Шарапури сказал с тобой «Произошло чудо! Ты постиг сразу же науку воспевания святого имени. Ты получил вот этот звук. Звук, трансцендентный звук, который позволяет нам видеть вещи действительно научно-объективно. То есть, что происходит? В чем суть? В чем суть? здесь примера Господа читаем, что трансцендентный звук это такой трансцендентный нож, который разделяет наше сознание от наших чувств, от нашего ума и от нашего разума. От всего, что связано с материальной природой. Святое имя оно снисходит из духовного мира. То есть, духовный мир исполнен чистой благости. Духовный мир это просто переживание. В духовном мире нет логики, знаете, там все может казаться логичным, и там действительно все очень организовано. В духовном мире нет вот таких органов чувств, которые у нас в своем материальном мире. там просто чувство раса говорится, раса вайсага. Духовный мир сотка из переживаний. И именно эти переживания, когда они достигают своего полного развития, они могут принимать форму. То есть переживание слуха может стать ухом. Верите в это? Это фантастика. Вот если вы очень-очень прислушаетесь, полностью забыл о своем материальном теле, у вас в сердце ухо вырастет. Я извиняюсь. Духовный мир. Там все тела состоят из читы, из переживаний. Форма, имя, качество, деятельность имеют природу переживаний, глубоких духовных переживаний. Там нет материи. Так святое имя, звук святого имя, содержит в себе весь духовный мир. И когда мы его слышим, он проникает не только через уши, а прямо в сердце. И там наше сознание, которое состоит из благости, отделяется, подобно наводнению, которое отделяет предмет от суши. Приподнимается вода, и предметы всплывают, что-то подобное. когда трансцендентный звук наполняет наше сердце, наше сознание отстраняется от материального ума, материального разума, материальных чувств. И мы видим, что там все организовано, что вера на самом деле это не субъективная вещь. вера это переживание, которое свойственное телу души. Душа имеет тоже тело, она имеет опору внутреннюю, и это опора ее переживания. На обыденном языке это могут называть любовью, интенсивное переживание, то есть сильная привязанность к чему-то. Итак, когда вера становится наукой, когда эти понятия становятся единым, когда у нас появляется контакт с благостью, но также контакт с чистой духовной благостью. По мере того, как мы лишены благости, то есть как бы в сознании говорится схлопываются, мы начинаем буквально верить в то, что все, что происходит с нашим телом, это и есть истина. И это признак коллегии. Тогда наши внутренние ощущения и телесные ощущения говорят о разных вещах. То есть кажется, что это разные вещи, разные реальности. Но когда мы соединяемся с трансцендентным звуком, который идет из духовной реальности, наша природа, наше сознание, духовное сознание пробуждается. И мы начинаем понимать, что истинная достоверность, очевидность, истина находится в нашем сердце. А тело просто обслуживает эту реальность. Полная гармония наступает, когда наши чувства подтверждают то, что говорит нам в наше сердце. Внутреннее видение. Прабхупада как-то сказал Бхагаватам, написал в комментариях к всему Бхагаватам, что слушание Святого Имени подобное трансцендентному телевидению. Вот буквально в сердце свое мы можем видеть духовный мир. Вериться в это, нет? Немножко. В Корею сразу это трудно поверить, но тот, кто идет по стопам Господа Дочитания, он показал этот пример, получая Святое Имя по цепи ученической преемственности, а именно через парампору, через цепенической преемственности, Святое Имя снисходит с Духовного мира, тот очень быстро осознает, что реальность в сердце каждого из нас. Вот там истинное знание, истинная наука, там истинный здравый смысл, и он не входит в противоречие с нашей внешней реальностью. В любом другом случае внешняя реальность одна, внутренние ощущения у нас другие. Вот это проблема материального сознания. Даже среди друзей я как в пустыне, нет вот этой сферы сопереживания. Люди страдают даже при условии чувственного комфорта, даже при условиях правильного мышления, правильной науки. То, что мы наблюдаем. Наука развита, страдания уходят. Странно. Наука для чего создается? Чтобы мы были счастливы. Почему тогда люди страдают? Страдание это переживание. Страдание это не то, что пальчик болит. Пальчик может болеть, а я могу не страдать. Согласны? А пальчик может не болеть, а я могу страдать. Простой опыт. То есть вывод какой-нибудь простой. Догонюши. Просто воспевая Гаре Кришна, Гаре Кришна, 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 Гаре Гаре, Гаре Рама, Гаре Рама, 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 Гаре Гаре, мы открываем в своем сердце целую реальность. Реальность переживаний, благодаря которой наше внешнее телесное и ментальное существование приходит в гармонию с этим переживанием. вот это называется блаженство. И это и есть естественное состояние живого существа. Без контакта со святым именем это невозможно. Нет питания. Сфера переживаний не получает своего питания. как сказал Бабкина Токура один из Ачарьев великих преданных сказал, что когда живое существо соединяется со святым именем, соединяются две реальности. Здесь только две реальности в этом материальном мире. Это живое существо и святое имя. Когда они находят друг друга, истинная наука торжествует, все подтверждается. Даже внешний материальный чувственный опыт говорит нам о том, что мы не тело. Даже богат где-то можно читать. Мы не ум. Это очевидно, это подтверждается. Я смотрю на другой человека, я вижу непосредственно, что он чувствует. Я готов сопереживать с ним его внутреннюю жизнь. Это называется счастье. Каждый из нас имеет этот опыт. Если хотя бы один человек разделяет наш внутренний мир, наши переживания, мы чувствуем прибежище, мы чувствуем освобождение от страданий. Меня поняли? Вот эта наука приводит к счастью. Вот здесь вера и наука есть одно и то же. В том, в чем мы убеждены полностью делать нас удовлетворенными счастливыми. Называется Санкиртана Ягья. Санкиртана Ягья и Джа. Это в двух словах дорогие предные. Понятно, что семинар много-много лекций я пытался просто расширить наставление, которое мы с вами хорошо знаем. Повторяйте, Харе Кришна, и будьте счастливы. Но не всегда мы верим в это. Почему? Мы заражены вирусом материалистичной науки. Мы обусловлены этим. Для нас счастье одно, а Святое имя немножко другое. на самом деле это просто вопрос качества воспевания. А наставление такое, воспевайте Харе Кришна и проникнете в сердце, там будет счастье. Просто потому, что мы воспеваем Святые имена. Все проблемы могут быть преодолены просто воспеванием Святого. Какие у нас могут быть проблемы, которые не могут быть преодолены просто воспеванием Харе Кришна? Ну, какие бы вы предложили? Смерть. Да? Как вы преодолеете смерть Харе Кришна мантра? Кто скажет? Перестану рождаться или переживание? Страх чувствуете? Страх это переживание. Если мы повторяем Харе Кришна мантру, страха не будет. Если нет страха, нет и смерти. В момент смерти мы увидим, что мы не есть это тело. Мы увидим, что мы просто перемещаемся в другую сферу. Итак, когда мы получим контакт со святым именем, с этим звуком, все станет понятно. То есть вера и наука станет единым целым. Но пока этого нет, пока мы еще обусловлены этой верой в чувства, в логику ума, мы разоблачаем науку. То, что мы сегодня попытались сделать, пытались разоблачить веру в наши чувства, в логику мышления, показать, что есть более научная реальность. Все. Вот такой скучный семинар сегодня. какие будут вопросы, возражения, критика. Спасибо большое за лекцию. Я хотел вас узнать, получается, когда наша чита направлена на ум, потом она может быть направлена на разум, и она может быть направлена на сферу переживаний, а там же находится сфер душа, в этой сфере. Как это происходит, как чита перенаправляется на сферу душу, это уже какой-то конечный этап, или это мы иногда можем переживать, даже когда просто успеваем? Это хороший вопрос, но это следующий уже шаг. То есть когда мы пытаемся осознать свое сознание, вот эту сферу переживаем, она неприятная новость ожидает, неприятное открытие. Мы чувствуем, что сферу переживания невозможно контролировать. То есть мы не можем захотеть и разгневаться, захотеть и перестать разгневаться, допустим, да? Захотел — радуешься, ты захотел — перестаешь радоваться. Не можем контролировать этот процесс. Но следующая новость уже хорошая в том, что мы начнем осознавать того, кто является источником нашей радости, нашего гнева, — это сверхдуша. То есть когда мы отрываемся от привязанности к чувствам, к разуму, к тонкому телу, к грубому телу, мы ощущаем, что есть присутствие другого живого существа постоянно. И это живое существо — источник моих чувств. Говорится «хриши кеша», «хриши кена», «иша», «хриши кеша», «повелитель чувств». Оказывается, что я чувствую гнев, радость, страх, это уже следствие того, что сверхдуша чувствует эти вещи. Это тоже происходит в непосредственном опыте. Это наука. Каждый из нас, проведя этот эксперимент, почувствует то же самое. Это универсальный опыт. Опять-таки это происходит при воспевании, то есть при контакте с трансцендентным звуком. Святое имя — это и есть сверхдуша. Когда мы соприкасаемся со святым умением, мы чувствуем медитацию, что святое имя имеет характер, оно к нам имеет определенные отношения. Мы ему нравимся или не нравимся. Вот преданные, которые давно воспевают, они подтвердят, что иногда святое имя само идет на язык, ну прямо такое сладкое, так легко его слушать. есть такой опыт? А иногда невозможно его слушать. Большие усилия нужны. Это означает, что святое имя — это личность. У него тоже есть чувства. Есть такой опыт, что если мы сделали что-то плохое, то мантра плохо повторяется, да? То есть святое имя — недовольно. А если мы сделали что-то хорошее, святое имя — довольно, и Прабхупада говорил, пляшет буквально у нас на языке. То есть в конце концов мы приходим к этому опыту, что наши чувства, наши переживания — это результат наших взаимоотношений со сверхдушой. Вот тогда мы понимаем, что такое предное служение. Предное служение — это желание удовлетворить чувства Господа. Если Господь доволен, мы тоже довольны. Но это происходит в сфере переживаний. На внешнем уровне могут быть неприятности, на внешнем уровне может быть аскезы. Чувства могут себя не очень комфортно чувствовать. Но если в сердце мы хотим доставить удовольствие Господу, несмотря на аскезу, несмотря на дискомфорт, мы внутри будем вложить. Что бы с нами ни происходило, вот это уже такая динамика внутри, это уже жизнь внутри. Когда мы обнаружим сферу переживаний, мы понимаем, что это не статичное состояние, это экстатичное состояние. Постоянно есть инициатива, желание нашего удовлетворить Господу. Вот это естественное состояние души — общаться с Богом, с собственным сердцем. Следующий шаг, когда мы чувствуем, что все, что с нами происходит во внешней реальности, это тоже отражение нашего общения с верховной Личностью Бога. Допустим, если мы равнодушны к Богу, то нам будет казаться, что все люди вокруг равнодушны ко мне, никому не нужны. Бывает такое чувство? Никому не нужны. На самом деле, это просто результат того, что мы равнодушны по отношению к Богу. А Бог, Он источник всего. С другой стороны, если мы нам повезло и мы развиваем привязанность к Господу, любовь к Господу, мы начинаем чувствовать, что нам дороги другие живые существа. И потом начинаем чувствовать, что мы тоже почему-то им дуроги. То есть мир становится теплым, уютным, даже зимой. Если у нас есть привязанность к Богу, это правильное, чистое переживание, мы чувствуем, что этот материальный мир ничем не хуже в Айкунхе, ничем не хуже духовного мира правоподобия. Но начинать сначала все с внутреннего комфорта. Сначала нужно помириться с Богом, говорится, в сердце. Когда мы действуем в этом переживании, в этом чувстве, вся наша внешняя жизнь организуется так, что такое чувство, что материальный мир создает для нас самые хорошие условия, чтобы заботиться о нас. На самом деле это просто так Господь действует через внешнюю энергетику. Так, а вопрос был какой? Я ответил, я ответил, ну точно. Ну что? Почему называл Сознание Кришны наукой? Почему называл Сознание Кришны наукой? То есть в лекции это не прозвучало, да? Вариант такой, что потому что наука в части, и он преподносил Сознание Кришны наукой, и еще потому что это проверяется после религии. То есть каждый, кто будет искать Святое Имя правильно, изучать вот эту науку о переживаниях, о том, как наше сознание отличается от тонкого тела, от ума, от разума, от грубого физического тела, он обязательно получит вот этот опыт любви к Кришне. С каждым это случится, это научный процесс. Здесь гарантия стопроцентная. Но если мы разобрались в этой науке, а если мы не научно следуем процессу, то есть в духе так, может да, может нет, может это зеленый цвет, может не зеленый, то тогда результата может и не быть. То есть чувственная платформа, вот эта наука, которая отличается от веры, она вот основана на чувствах. А чувство как раз зависит от культуры, вот как мы приводили в пример народность, да. У одного народа есть такие слова, которые отражают цвета, а у другого народа нет таких слов. На самом деле это все относительно. Вот тогда и будут сомнения, есть Бог, нет Бога. Занимаюсь я предным служением, занимаюсь я предным служением. Святое имя действительно отличное от Бога или не отличное от Бога. Значит, процесс практикуется ненаучно. Но если мы разбираемся научно, то есть понимаем, что вот первый шаг, второй шаг, третий шаг, все это описано, то результат гарантирован. Ну что, пора пить похуже. Да. Да. Ну я слышал. Я слышал, что без сверхдушины попадут эти эмоции, да, и в ней, в радость. А как получается, что без сверхдушины это может уходить? Если даже, получается, сверхдуша, как я понимаю, что это кричное сердце. То есть как из-за Бога могут выглядеть такие эмоции, я думаю, что это как-то новые эмоции, а кричное сердце, да, в сверхдушине положить эти эмоции, не знаю. Вы же как-то меня понимали. Отношение означает обмен переживаний. Понятно, что когда мы входим в отношения, мы тоже чувствуем эмоции. Не так, что это совсем уже, это всегда эмоции Кришны. Но наша природа такова, что мы чувствуем, то есть наши эмоции становятся нашей личностью, нашей индивидуальностью, в результате того, что эту эмоцию чувствует Кришна. Привозится пример Солнца. Вот у нас есть глаза, да, и они могут видеть. Но если сейчас выключить свет здесь, и нет Солнца, глаза бесполезны. То есть они могут видеть, но только в присутствии Солнца. Точно так же, только в присутствии Кришны, Его эмоции мы можем пробуждать свои эмоции. Так все устроено. Потому что мы неотъемленные частички Кришны. Как говорят, опять-таки, наука сознания Кришны, там есть момент единства, то есть есть единая природа с Кришной, но и различия. Единство в том, что мы буквально частичка Кришны. Но различие в том, что как только мы, как частички Кришны, вступаем в личные отношения с Кришной, вот Кришна входит в это настроение переживаний, эмоций, мы тут же отражаем эти эмоции. Начинается обмен. И вот от этого обмена сам Кришна зависит. То есть Его бытие — это обмен эмоциями со своими чистыми преднами. То есть сначала чувствует Он, потом чувствует преданные. Потому что чувствует преданные, опять усиливается Его эмоция, опять усиливаются эмоции преданных, и так бесконечно. В этом обмене эмоциональным служением существует весь Духовный мир. И что происходит в нашем случае, как мы возвращаемся в Духовный мир? То есть мы в своем сердце развиваем эти отношения. Свердуша верна. Свердуша — это некие нейтральные отношения с Господом. То есть когда мы осознаем свердушу, вот единственное, что мы можем почувствовать, что мы есть, и мы есть душа. Мы не тело, не ум. Мы чувствуем, что мы связаны с Господом. Но когда мы благодаря вот этой связи со свердушой входим в преданное служение, Кришна входит в сердце. То есть мы понимаем, что свердуша — это инструмент Кришны в условиях отсутствия отношений с Кришной. Тогда Кришна в форме свердуши присутствует. Но когда отношения пробуждаются, Кришна становится на место свердуши, и там уже идут отношения. Мы чувствуем, что в нашем сердце сам Господь, Верховная Личность. И процесс Бхакти, как раз процесс пробуждения этих эмоций, отношений, мы все вспоминаем, кто мы, как мы, форма пробуждается, целое духовное тело у нас есть. Но самое интересное — все это происходит, когда мы воспеваем святые имена. То есть все это произойдет в контакте со звуком святого имени. И в нашем случае, да, это происходит в совместном воспевании. Очень важно, что Господь Читания дал процесс того, как мы входим в сопереживание контакта со святым именем, с другими преданами. Вот когда мы начинаем ощущать, что святое имя — это целый духовный мир. Когда мы чувствуем, что все преданные становятся как одним целым, спонтанно, без подготовки. Если вы были на больших фестивалях, сам я не был, но мне рассказывали, когда были на Украине еще до войны фестивали, много преданных приезжало из России, из Украины, до десяти тысяч человек. Даже вот в нашем южном фестивале не было столько людей. И вот когда были сильные киртаны по вечерам, представляете, десять тысяч человек начинают танцевать, и они не сговариваясь, представляете, десять тысяч человек никто не репетировал. И очень синхронными кругами, буквально с каждой стороны было по четыре круга, вот вращались, держась друг за друга, спонтанно танцуя. И тот, кто стоял на сцене, было видно, что это удивительная гармония. Все десять тысяч человек вошли в прям такой рисунок, гармоничный рисунок танца. Как это произошло? В экстазе, совместное воспевание Святого Имя. Тела, ну, как куклы, да, которые дергают за веревочки Святое Имя. Этот опыт переоценить нельзя именно в Санкт-Киртане. Когда мы не просто слышим сердце, собственное сердце, которое вибрирует от воспевания Святого Имя, но мы чувствуем сердце других преданных, и мы входим вот в это вот взаимодействие, в этот удивительный танец, вот тогда мы понимаем, что такое Святое Имя. Оно в сердце каждого. Вот. И это и есть наша квалификация постепенно-постепенно входить в Санкт-Киртан. Это может оказываться не только на Киртане. Это может быть в любой совместной деятельности. Но сначала вместе танцевать, петь, танцевать, почувствовать вот эту сферу сопереживания, почувствовать контакт с сердцем других преданных. Ну, контакт в сердце. И тогда всю деятельность можно организовать в соответствии с этой Санкт-Киртаной. Можно вместе создавать города, вместе создавать фермы, заботиться о коровах, создавать целый полноценный социум. И все это будет отмечаться тем, что все в итоге просто воспевают Святое Имя. Все занимают свои чувства в соответствии с волей Господа, действуют в материальном мире. И в конце концов чувствуют полную радость, когда вместе прославляют Господа за то, что Он занял нас вот в этом служении, в этом божественном существовании, в служении Господу. Харе Кришна, спасибо большое за Ваше внимание. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Харе Кришна, спасибо большое.